Спорт объединяет, в частности, настольный теннис. Этот вид спорта имеет отклик по всему миру, в том числе и в нашей стране. Существует даже Всемирный день настольного тенниса, 6 апреля. Вытвердили его относительно недавно, в 2015 году. Вот сейчас и не апрель, но в настольный теннис в Слуцке играют. Среди активных приверженцев этого вида спорта Игорь Картель. Ему 48 лет, любимым делом он занимается со второго класса. С прошлого года кандидат в мастера спорта. Игорь по праву лучший теннисист Слуцка. На его счету победы в городских турнирах, а также достойные выступления в республике. Тенниса в то время как такового не было. Это, наверное, 79-80 год. Учился в детской комнате, которая была возле кинотеатра «Центральная». Там был теннис, столы стояли, ну и бильярд. Вот потиху сам научился. А потом уже, когда узнал, что в первой школе Юрий Борисович Шишло преподает теннис, на классе пятом, шестом начал ходить, купил ракетку. Тогда еще вьетнамские были за три рубля. И начали мы заниматься с товарищами. Но вот так. Тогда секции настольного тенниса не было. И соревнований, как таковых, тоже не проводилось. Только между детскими комнатами в то время. Но вот с тех пор играют до сих пор. Настольным теннисом занимаются девушки. И также достаточно успешно. Катя Филиппович в 18, ей уже известен триумф на областном турнире. Ну, я уже давно занимаюсь настольным теннисом. В школе занималась три года. Тренер тренировал. И сейчас вот с колледжа тренируюсь просто так. Александра Столбовенко, организатор турнира, высказалась о развитии настольного тенниса в Слуцке. Настольный теннис просветает в городе Слуцке. Тренировки проводятся во всех средних школах. В городской спартаке школьников участвовало более 40 воспитанников, любителей настольного тенниса, а также сильнейшие феннисисты среди школьников. По итогам турнира первое место заняла команда Слуцкого мясокомбината. Слуцкомбината.